Очень поучительно иногда посмотреть, обернуться в прошлое. Давайте взглянем. В 11.35 президент России спустился в метро на станции Уральская, что на железнодорожном вокзале и проехал до площади пятого года. На каждой станции непродолжительно общался с простыми екатеринбуржцами. Едва спустившись под землю, Борис Николаевич поговорил с пенсионером, узнал, что пенсии у него 120 тысяч и оценил не шикарно, но жить можно. После чего увлекаемый губернатором Ростелем президент отправился дальше. На следующей остановке «Динамо» выход из поезда запланирован не был, но Борис Ельцин решил посмотреть все и даже проявил отеческую забуду по отношению к нашему оператору. На пути к следующей станции Борис Николаевич поведал, почему так долго не хотели в Свердловске строить метро. Придумывали, чтобы отказать в госплане, что якобы свердловчанам нельзя под землей ездить. У них особый страх под землей. На станции площадь пятого года президент углубился в изучение отделки и оборудования платформы. Люстры кто делал? Все наши. Три тройки. Я понимаю, все наши. Три тройки. Три тройки. Три тройки. А где ты? Это здесь стоит. Сильный. Перед отъездом Ельцин пожал метростроевцам руки и пообещал поддержку. Выдели деньги на окончание строительства. Совершенно неожиданно из толпы журналистов вырвалась бабушка. Позже выяснилась матушка Ольга из храма святого Александра Невского. Она вручила президенту православные газеты, поцеловала ему руку и попросила помочь установить христианскую справедливость. Поставить крест святой Екатерине возле фонтана каменный цветок, который несколько месяцев назад кто-то спилил. И Борис Николаевич помочь пообещал. После чего президентский кортеж проследовал здание властной администрации. А прихожанки храма святого Александра Невского спели «Отче наш». Вообще, на самом деле, я считаю, что вот наша программа, это программа простых людей, таких как мы с вами. Вот я тут, был такой случай, знаете, после реконструкции Собянина по Москве проехать невозможно. Иногда приходится нырять в метро и ехать быстро, потому что иначе ты опоздаешь на важную встречу. И вот самое лучшее общение, это общение с избирателем прямо в метро. Я одна бабушка, я когда получил этот документ в Центральной избирательной комиссии, получил документ кандидата президента и должен был приехать в Госдуму на встречу с Геннадьевичем Зюгановым. А ехал сюда недалеко, у нас тут есть в Сокольниках больница, у меня там друг руководит этой больницей, мне надо было до него доехать, а потом вернуться. Я опаздывал, я спустился в метро. И женщина-пенсионерка подходит и говорит, слушайте, а вы в метро ездите? Я говорю, а что, нельзя что ли? Вот, понимаете, как, и она слышала мои выступления где-то и в конце сказала, то есть мы с ней две остановки проехали, сказала, знаете, я за вас буду голосовать. Самое приятное, что простые люди будут голосовать за нас. Простые люди будут голосовать за нас. Следующий наш. И вот это все называется демократия. И фейк какой-то получился, потому что, ну что вы, мы не собрались. Выслушали речь, не первый, не второй, не третий раз произнесенную, можно слава переставлять, а смысл-то один и тот же. Мы построили базис, мы сейчас куда-то рванем, куда не знаем, но рванем. Я знаю, кого надо будет... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...